Привет, мои юные художники, или несозревшие художники, недозревшие, или те, кто любит просто понаблюдать, как кто-то рисует картины, или вообще ценители творчества и красоты. Зачем сейчас я тружусь, вернее заканчиваю, процесс я вам не показала, объясню почему. Потому что я решила добавить в свой арсенал вот такой вот разбавитель-троник. Тут, чтобы вы понимали, три состава. Это ляное масло, лак домарный, скипидарт, спирт из-за... что? Из-за проли... что? Из-за пропиловый. С большими такими буквами написали специально для меня. А вот, предназначен для разведения художественных масляных красок. Запах, конечно, ужасный. Его можно только применять на свежем воздухе, ни в коем случае в квартире, особенно в закрытом помещении, как это сделала я, потому что я в конце дня уже таких мультиков насмотрелась у себя в голове. И единородие, и все, что хочешь было. Поэтому не удался мастер-класс. А вот, а рисовала я, собственно говоря, по новому методу. Подсмотрела я, у кого я посмотрела, белой песоцкой алы. Она тоже у кого-то подсмотрела этот метод. И вот, в чем суть. Берем сначала чистый белый холст на картоне, закрашиваем его темным акрилом, потом делаем подмалевок любой краской, чтобы вам было видно. То есть, намечаем эскиз, да, что мы будем рисовать. В данном случае я домик в горах рисую, да, домик, где живет художник. Вот так вот и назовем. Вот, и решила в таком стиле попробовать. Пишется эта картина, чтобы вы понимали, мастихином. Но видно, у нее холст на подрамнике, а у меня холст на картоне. И мастихином не лучший вариант рисовать на таком жестком картоне. Поэтому небо я тут пыталась написать мастихином, ничего у меня не получилось. Я потом размазала небо кисточкой, и это было более удачно, чем было мастихином до этого. После я все-таки вооружилась мастихином. Мастихин, да, ну, конечно, вот зажжен. Собственно, вот такой вот мастихин. Это мастихин, ребята, чтобы вы понимали. Так, и взяла, выдавила все краски, которые у меня были. У нас картина красочная. Много цвета, много света. Блин, и свет даже падает от руки. Вот, смотрите. Я вам скажу, что через фотоаппарат даже красивее смотрится. Все это я рисовала мастихином. Вот эту листу, деревья, даже домик. Вот эти цветы на переднем плане тоже рисовала мастихином. Немного отсвечивать, по-другому не могу поставить. Потому что отсвечивает от лампочки. Ну, все-таки, вот. И набирала я краски. Так, вот сюда я выдавливала. Надеюсь, художники другие не смотрят меня. Особенно те, которые преподают. А то бы они меня наругали за то, что у меня такая вот грязная палитра. У меня тоже... Если бы я ходила в художественную школу, меня бы, наверное, за такой бардак просто выгнали бы со школы. И сказали, что бы я этот свой мольберт выкинула бы в окно и купила другой. Ну, а я пользуюсь случаем, пока меня никто не видит. И выдавливаю сюда удачно краски. И работаю с ним. Короче, как это все происходит? Мастихином, да? Вот так вот я набираю красочку. И... Как наносила я листочки. Это тупо вот так вот набивала. Тупо набивала. У меня тут еще такой кусочек остался, где мне нужно листву. И ствол, и цепочки. Да, хочу выразить свою огромную благодарность тем десять подписчикам, которые меня смотрят. Я их даже знаю по именам. Васяки, Петя, Катя, Федор. Спасибо вам огромное, что вы остаетесь со мной, что вы меня смотрите, что с каждой выкладкой нового своего видео что-то от меня отписывается. Ну, это такое, не стесняйтесь, ребята. Хотите, отписывайтесь, хотите, подписывайтесь. Это дело каждого. Мне как-то... Я видео выкладываю для памяти, для себя. Интересно пересмотреть, какие работы у меня были в пятнадцатом, тринадцатом году. Еще и на чем я трудилась. Чтобы вспомнить все, называется. Ну, вот. Для себя как вариант. Вот такое, понимаете, вот этим мастихином по жесткой поверхности это получается. На Мольберте краска такая, знаете, размазня срала-мазала уже тут такое. Ну, и так же получается и здесь. Уже наношу. Вот. И, собственно, хочу обратиться... Да, уже обращаюсь к своим десяти подписчикам. Может, напишите мне в комментариях, что бы вы хотели, чтобы я попробовала нарисовать. Или в каком стиле. Да. Я художник, хочу развиваться в разных направлениях. И вот, как бы, интересно ваше мнение на этот счет. Что бы вы хотели? Какой, может, стиль вас интересует? Поп-арт? Или петриковская роспись, да? Я, конечно, этими техниками еще не владею, но мне было бы научиться тоже и этим техникам. И вам показать, как это получается, да? Так как я, еще раз повторюсь, художник-самоучка, вот, поэтому я училась всему этому сама. И мне интересно раскрывать потенциал художника, да, в себе. И интересно, что у меня еще может получиться. Так что, ребята, я считаю, что таланты есть у всех. Нету у тех людей, кто не пробует. Вы же не знаете, умеете вы или нет. Берите и пробуйте. Конечно, если есть желание, да, то есть такие люди, которые вообще ничего в жизни не интересуют, только деградируют. А это же картины для души. Понимаете, такое ощущение, когда ты пишешь картину, особенно еще под хорошую музыку, то твоя душа, она как исцеляется, она наполняется добром, она наполняется каким-то светом, знаешь, очень удовлетворенно потом себя чувствуешь от написания картины, особенно, когда видишь, что у тебя получается, да, что это работа рук твоих дел. так же самое я не знала, умеете писать портреты или нет, но решила попробовать маслом, да, масляные портреты, решила попробовать, у меня получилось. естественно, чтобы набить руку, не нужно дальше писать портреты. И как вариант я для себя выбрала те блогеры, те люди, которые мне симпатичны, нравятся, да, которых я уже как-то знаю. Я имею полное право нарисовать их портрет просто так, даже в подарок. конечно, главное вот в такой технике еще уследить за тем, да, чтоб у вас краски не начали сильно уже мешаться и такое серо-буро-пошкрябанное чтоб не получалось. Все-таки, чтоб цвета отделялись. Ну, это такая техника, понимаете, она тут не должно быть четкость, а тут не должно прорисовано там каждый листик быть, что картины сидят. Вот я уже, видите, листу нанесла на переднем плане. Тут не должно там листики сильно видно, да что ж такое, тебе поставить, чтоб тебе видно было. Чтоб был какой-то контраст, да, чтоб сдалека, чтоб сдалека, главное, заметно было и понятно, что это домик в саду, в горах, что здесь есть цветы, да, что трава тут есть. таким вот макаром я набиваю. Не знаю, я так по крайней мере делаю. Здесь еще, тем более, у меня подпись моя будет. Да, подписываю я, уже начала свои портреты. есть в картине такие мазочки интересные, да, такие вкусные мазочки, которые ни в коем случае, даже если они там вообще не в тему, ни в коем случае их нельзя затрагивать, потому что они как изюминка, они очень там хорошо легли. Но когда художник увлекается сильно, он может все испоганить, ну, просто. Будет уже действительно на Майберте сразу мазала и на картине. Ой, у нас что-то, по-моему, еще дочь хочет. Так. Что, ребята, пишите, какие вы хотите еще стили посмотреть. Все хорошие художники говорят, что мастихин обязательно после каждого мазка нужно вытирать. Ну, я этим тоже не взлопотребляю, в основном не вытираю, решу этим, да. Ну, вот, краска у меня мешается прямо на мастихине разная. И получается, когда я наношу, то разные оттенки. я его там все равно, он у меня в болото не превращается, я не довожу до этого. Но когда уже пришло время вытереть, когда там уже много всего. Вот. Да, конечно. Особенно в болото краска мешается, когда темный свет, он черный, да, красный, зеленый, синий. Вот тогда уже становится болото, конечно. А так еще можно. Я бы еще, конечно, подрихтовала бы небо. Вот. Добавила где-то более светлее. да что ж такое. Вот. Более светлее здесь сделаю небо. Давайте еще разбежим, покажу, что получается. такая красота. Блин, ну красивенько, мне нравится. Я высветлю еще чуть-чуть небо, может быть. Поставлю тут свою подпись ОК, чтобы вы понимали. Оксана Кученева, ну скажешь. И получается мне такое ОК, чтобы Кученева долго не писать, будет мне ОК. типа ОК, да? Вот. Ну красивенько. Так что, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, если хотите отписывайтесь. Дело ваше. В общем, доведу до конца, подпись поставлю и выставлю на Фейсбук. Так что, кто хочет, подписывайтесь еще в Фейсбуке, добавляйтесь в друзья. Там я буду выставлять все свои картины, все свои шедевры. Так что, с вами была я, Оксана, вольный художник. Так что, ребята, до новых встреч. Пишите в комментариях свои пожелания. Пока-пока.